Слышите? Да, я вас слышу. Добрый день. Добрый день. Алексей Иванович является проректором по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, лидером и руководителем рабочей группы Технет, национальной технологической инициативы, руководителем научного центра мирового уровня передовые цифровые технологии и центра компетенции НТИ-СПБУ, новые производственные технологии. Также сегодня в нашей дискуссии будет принимать участие Добрынин Андрей Петрович, руководитель рабочей группы атомной отрасли по технологиям виртуальной и дополненной реальности ЧУ «Цифрум», Дробот Владислав, руководитель по развитию киберфизических систем проф. IT-групп, Ивков Андрей, эксперт функциональной группы «Умный город», руководитель офиса разработки ПАО МТС в центре цифрового развития, и Бабляк Андрей, руководитель отдела по развитию и продажам корпоративных решений, сервисов ПАО Вымпелком. Почему же мы сегодня разговариваем об этой важной теме? Потому что четвертая промышленная революция на данный момент находится в разгаре. И на данный момент у нас фабрики трансформируются в умные фабрики с использованием различных технологий, технологий интернета вещей, технологий киперфизических систем, облачных технологий. И несмотря на губительное воздействие коронакризиса на мировую экономику в целом, для цифровой экономики это стало такой точкой роста и приблизило цифровизацию на 6-8 лет. Хотелось бы поговорить, что нас ожидает в дальнейшем. И очевидно сейчас, что жить там просто в цифровом мире невозможно. Необходима сейчас востребована концепция физикал плюс диджитал. Соответственно, когда эти цифровые технологии делают материальные объекты лучше. Вот об этом мы сегодня поговорим. И поговорим о том, прошла ли цифровизация, проверку боем в наш коронакризис. Поэтому я предлагаю начать нашу дискуссию и начать с Алексея Ивановича, который у нас является одним из не только российских, но и мировых авторитетов в данном вопросе. Алексей Иванович, я вас попрошу немножечко рассказать о том, что же все-таки цифровые двойники, какой опыт внедрения цифровых двойников у вас есть, и поделиться с нами этой информацией. И как вы считаете, как цифровые двойники показали себя в ситуации с пандемией? Спасибо. Если у меня сейчас будет возможность вывести экран, то я это сделаю. Так. Совместное использование. Сейчас я делаю во весь экран. Коллеги, скажите, пожалуйста, видно? Не во весь экран, нужно... Так, все, отлично видно. Мы, конечно, излагаем свою позицию. Причем позиция, она основана на интеграции во многие процессы, в том числе мировые. Мы по-прежнему продолжаем интенсивную работу с зарубежными странами. Это Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Китай. И очень широко эта технология идет через проектирование цифровых двойников в отрасли, в высокотехнологичной отрасли. Конечно, это в первую очередь для крупных высокотехнологичных компаний. Если говорить про промышленные революции, известный слайд, верхняя часть Петра Георгиевича Щедровицкого, соответственно, классическая схема четырех промышленных революций. Я бы хотел обратить внимание на то, что вот тренды такие. Это наукоемкость, мультидисциплинарность повышается, происходит конвергенция, синергия, размываются границы, цифровые платформы, умные, большие данные. То есть мы намекаем на то, что не надо генерировать мусор. Интеллектуальные помощники, как движение в сторону искусственного интеллекта. Ну и умное проектирование, умное производство. И вот в вершинке, в серединке здесь как раз технология цифровой двойник. Она собирает все. С одной стороны, собирает те виды деятельности, которые были основными, созданы на первой, второй, третьей революции промышленной, конструировании, проектировании, исследования. Ну и очень важно, что новая промышленная революция порождает новую технологию мышления. Соответственно, мы выстраиваем регулярно системную экологию, экосистему. В данном случае на вершинке указана та финальная часть, которую мы приступили к согласованию, утверждению. И, надеюсь, до конца года будет утверждена. Дорожная карта Технет 4.0. Передовые производственные технологии НТИ. Но перед этим мы можем там увидеть и дорожные карты сквозные, цифровые технологии для цифровой экономики было разработано. Отраслевые дорожные карты Технет с ОДК до 2025 года. Региональный стандарт. То есть мы этим вместе с РВК занимаемся достаточно активно. Ну и так далее. Ну и одно из достижений было разработано как раз прогноз реализации первого приоритета стратегии научно-технологического развития. Собственно, с которым разыгрывались конкурсы по научным центрам мира уровня. Вот здесь, значит, изображение этой экосистемы по годам. Понятно, что это процесс достаточно долгий, но форсированно он начал где-то развиваться в 2013-2014 год. Вот это очень важно. То есть фактически, ну скажем так, пять с небольшим лет, шесть лет, и фактически возникла вот некая новая экосистема и понимание, новое направление в стране, которое дальше задача удерживать этот технологический мировой фронтир. В заголовке это написано. Smart Design, Digital Queens, Advanced Manufacturing Technology, Smart Manufacturing. Соответственно, если говорить про центр НТИ и новые производственные технологии, то он фокусируется на разработке цифровых двойников изделий, производственных процессов, ну и дальше этапов эксплуатации. Консорциум большой, уникальный. В него входят 74 организации. Некоторые из них, в свою очередь, корпорации, как Росатом, Ростех, состоят, в свою очередь, из сотен организаций. Дальше принцип матрешки, который на экосистеме был нарисован, фактически привел к тому, что мы сформировали консорциум научного центра мирового уровня, поставили задачи с правой направления исследования центра, и очень важно, нижний правый угол, влияние на развитие высокотехнологических отраслей. Здесь мы видим практически все, скажем так, высокотехнологичные изоляционные от автомобилестроения, двигателестроения, которые являются лидером сейчас, де-факто, у нас в стране по внедрению этих технологий, учитывая, что в свое время там ЮНЕСКО было признано, что двигатель – это самый сложный высокотехнологичный объект. До сельского хозяйства, строительства, здравоохранения. Теперь очень важный момент – это приоритизация технологий, и вот здесь как раз мой доклад, один слайд из докладов в Женеве 17 ноября, где я выступал в штаб-квартире Всемирного экономического форума по приглашению Клауса Мартина Шваба, и один из вопросов был, вот на нас выходит там, где называют 10 технологий, а давайте попробуем их приоритизировать, расставить коэффициенты. Ну и вот здесь как раз наша философия, подход по приоритизации этих технологий. Видны направления, здесь можно об этом говорить, что кто-то, кто пошел другими путями, он, к сожалению, нагенерировал достаточно много мусора и утонул в этом мусоре. Ну вот, это речь идет о 50 миллионов терабайт ежедневно, ежегодной информации, снимаемой с эксплуатируемых объектов, из которой очень трудно вынуть содержательную информацию. Определение цифрового двойника, ну мы трактуем, что это, конечно, технология, в первую очередь, создание самого цифрового двойника, но определение рекурсивное, сейчас мы его в стандарте национальном, который разрабатываем, поправим чуть-чуть, чтобы было понятно. Но ключевые компоненты, я пробегусь быстро, это, конечно, должны быть технологии мирового уровня. Применение технологий не мирового уровня сразу тащит эту разработку на уровень ниже. Дальше, конечно же, системный инжиниринг. Я одну картиночку покажу, когда на одной цифровой платформе собираются все взаимовязанные модели, бегают, digital thread, цифровые нити потоков информационных, и все в автоматизированном режиме генерируется с выходом, когда делается опытный образец, он с первого раза проходит все испытания. Ключевым элементом, хочу вот на это обратить внимание, цифрового двойника в нашем понимании является матрица многоуровневая, она требований целевых показателей ресурсных ограничений. Это то, что сейчас происходит в голове генерального конструктора. Он балансирует эти требования, конфликтующие целевые показатели, учитывает ресурсные ограничения, временные, финансовые, технологические, экологические и так далее. Нет матрицы, ну тогда это все по-старому, просто с элементами автоматизации, цифровизации и так далее. Следующий важнейший компонент, это переход на триаду виртуальных испытаний, стенды, полигоны. И здесь нужно, скажем, опять знать мировые лидеры, что делают каждый день. Каждый день это сотни виртуальных испытаний, каждый день. Наши лучшие компании, они могут позволить себе, ну, одна, две, пять там виртуальных испытаний в день. То есть различия, вообще говоря, на порядке. Это другая философия. Вот здесь генерируются вот эти умные большие данные. Мы генерируем где-то, ну, каждые два дня терабайт содержательной информации. И так вот в течение условий самоизоляции это все происходило. Теперь вот принципиальное различие двух подходов. Один подход, мы называем это цифровые тени. Когда мы объект развешали датчиками, собираем информацию, указаны сенсоры, промышленный интернет, big data, предиктивная аналитика. То есть мы на основе больших данных, то есть data-based digital twin, пытаемся воспроизвести, понять, как работает сложная физическая процесса, система киберфизическая и так далее. Ну и в сложных вещах это, конечно, ну, понятно, тупиковый путь по той причине, что случаются аварийные ситуации, каждый отличается от предыдущей. Поэтому накопить этим путем содержательной информации для сложных объектов, ну, чрезвычайно сложно. Для простых – да. Для регулярно повторяющихся – да, вне всякого сомнения. И второй подход, когда мы начинаем уже выстраивать высокий уровень адекватности модели, когда подключаем все, что я говорил выше, обобщенный model-based system engineering, многодисциплинарные расчеты, simulation, значит, оптимизация, разные типы. И тогда возникает семейство цифровых двойников. Эта схема происходит вот таким образом. Каждый предлагает свою модель разного уровня, но не все могут породить цифровой двойник в нашем глубоком понимании. И цифровые тени – это когда уже на этапе эксплуатации. Первый подход опирается на законы физики, на уравнения, сложные достаточно, почему отсюда все бегут. Второй – давайте расставим датчики и померим, и получим информацию, и дальше чего-нибудь там придумаем, соответственно. Теперь, когда гнать и обогнать, нас всех волнует, и когда мы слышим, и президент говорит, технологический прорыв, есть уровень, ну, скажем, давайте российский, темпами альфа он развивается, есть мировой выше, мы хотим на мировом уровне, глобальном рынке кого-то опередить, с какими-то продуктами, изделиями, понимая, что это сервисы нужны там, техническое обслуживание, ремонт и так далее. Первый этап – это формирование цифрового двойника, мы за короткий срок должны подпрыгнуть до мирового уровня, по характеристикам любым, включая и, значит, потребительские, включая и экологические там и так далее. И на втором этапе мы должны задать угол темпа роста гамма больше, чем бета, и тогда наступает момент, когда у нас получается семейство, на самом деле, цифровых двойников, специфика проектирования в том, что идет параллельно 10, 20, 30 траекторий проектирования. И тогда вот как работающий вместе с нами по экономическим основам цифровых двойников Александр Александрович Лузен называет вот эти красненькие точки, это так называемое загариантированное, зарезервированное развитие. И тогда мы уже выпускаем на рынок продукт, который лучше в данном случае мирового, а, соответственно, многое есть задело на следующие годы в зависимости от конъюнктура рынка. Философия. Опять-таки, значит, цифровая экономика одно из определений, помимо того, что это большие данные, это снижение сверхнизкие транзакционные издержки должными, так вот они снижаются сразу на первом этапе, когда есть заказчик требования ресурса, есть архитектор этой матрицы, и нам нужно путем опроса главных конструкторов, технологов, расчетчиков, маркетологов, материаловедов и так далее сформировать матрицу целевых показателей ограничений. Как ведется удаленная работа в режимах самоизоляции, я показываю в Санкт-Петербург, хотя такая же карта есть по стране и по странам с учетом разных часовых поясов, ну, прямо вот как сейчас с вами беседуем. Вот результаты работы за 26 недель, то есть это каждый час онлайн-совещания, каждый час 10 виртуальных испытаний из расчета 24 часа в сутки, 12 миллионов ядр часов было потрачено за это время, каждый час трудится 2700 ядер на нас. Вот мы побеседуем, круглый стол, конференция, за час 2700 ядер решили сложные важные задачи. 40 проектов, 10 высокотехнологичных отраслей промышленности, трудится над этим 300 инженеров, всего лишь. Если взять обычную традиционную промышленность, то это будет минимум от 3000 до 30 тысяч, чтобы вот это все делать в таком режиме, да еще каждый день. Значит, сгенерировано 3700 проектных решений, более того, важно, что все они живут на цифровой платформе, то есть решения сгенерированы за много лет для разных отраслей, сформировали базу данных вот решений 200 тысяч. И вот здесь вот резвится искусственный интеллект, который сразу выбирает лучшие решения, сделанные в прошлой жизни для другой отрасли, человеком, который, может быть, уже уволился. Но, соответственно, все осталось, все цифровые следы по проектной деятельности остались. И генерируется, вот как я говорил, за два дня примерно 1 терабайт. Это все благодаря цифровой платформе. Отечественная разработка наша. В 2017 году мы получили за нее национальную промышленную премию Российской Федерации Индустрия. Вот вид деятельности, скажем, как идет одновременно работа этих инженеров. Везде картинка, это матрица. То есть мы видим, как процесс улучшается, проектирование ежедневно с точки зрения принятия решений. Зелененькие, это уже удовлетворяющие всем требованиям сильные показатели. Красненькие и желтенькие, это те, которые на подходе. Красные не удовлетворяют. То есть сначала матрица красная, а потом она к концу уже зеленеет. Соответственно, ну вот это я пропускаю. Как делается, теперь вот взглянем, как трансформируется отрасль промышленности на основе цифровых двойников. Берем, ну в данном случае, автомобилестроение. С одной стороны ресурсы, с другой стороны матрица, лучшие технологии, системный инжиниринг, включая промышленный дизайн. Здесь, к сожалению, пока мы отстаем и в основном работаем с итальянцами. Лучшие компании мира, итал дизайн, тарина дизайн там и так далее. Работа, разработка с учетом мунификации. То есть обязательно модульность, и это мы предусматриваем, особенно контракты жизненного цикла толкают сюда. Ну и дальше виртуальные испытательные полигоны. Пассивные безопасности, вибрации акустики, шумо-виброакустический комфорт, климат, кинематика, силовая установка. Это для автобуса. Ну, казалось бы, просто. А теперь берем самую сложную проблему. Двигатели. Все то же самое. Только виртуальный испытательный стенд, полигон, компрессора, камеры сгорания, турбины, полноразмерных ГТД. Соответственно, валидация. То есть мы должны с помощью математических моделей описать все натурные эксперименты, которые были. Вот как формируется эта матрица. То есть синий – это первый уровень, зеленый – второй, красный – третий. И таких восемь уровней. И все они между собой как-то эти целевые показатели взаимодействуют. Более того, конфликтуют. Обычно, как ведется практика, ну, возьмем сотню показателей. Ну, а остальные будем через опытные образцы испытания добирать. Вот этот подход цифровых двойников, конечно, никаких шансов традиционным подходом на будущее не оставляет. Это будет дорого и долго. Будем ходить итерациями, делать опытные образцы, их испытывать. Ну, вроде как социальная и промышленность все заняты, все предельные. Но с точки зрения конкурентоспособности продукта, компании, отрасли, страны, шансов, конечно, ну, никаких. Процесс, след покажу, чтобы было понятно. Цифровой след проекта. Внизу традиционный степ-бай степ 8 месяцев, за 2 недели 1 опытный образец испытания, 16 попыток конструктивных вариантов. Здесь 16 каждый день, всего 700. Причем 3 явных этапа, где вот второй этап генерируется большое число траекторий, а третий кружочек красненький, вот 10-15 решений, которые удовлетворяют требованиям ТЗ. Вот здесь меняется бизнес-модель цифровая. Что выводим на рынок, что оставляем цифровые двойники в засаде, гарантированное зарезервированное развитие. Соответственно, последний слайд, это пример. Разработка цифрового двойника дизельных двигателей. Соответственно, он обошел там все информационные агентства, ТАСС и так далее. Вот дизель фактически восстановление, возрождение отечественного дизелестроения на новом уровне. Вот он цифровой двойник с точки зрения одного слайда схема. С одной стороны, это 1D-модели, то есть кинематические системы связки, смазки, охлаждения и так далее. С другой стороны, камера сгорания, впуск, выпуск и видны информационные потоки. И с третьей стороны, это, конечно, термонапряженное состояние, запас, циклическая прочность, ресурс. И мы должны выходить на испытания, вот эта вся система должна заработать с первого раза, проходить все испытания. Что и случилось, большое чудо. Раньше на это тратили, естественно, чтобы довести через испытания месяцы, опытные люди с опытом десятилетий. И это, естественно, каждый фрагмент этой картинки сидит очень хорошо в голове отдельного человека. Главный генеральный конструктор делает сборку на основе допущений, предположений и так далее, и так далее, и так далее. Но везде вот здесь вот бегают содержательные, смарт, бигдейты, большие данные, на основе которых практически в автомизированном режиме происходит за счет оптимизации и настройки этого сложного процесса двигателя. Вот на этом я бы хотел остановиться. Спасибо вам за внимание. Алексей Иванович, спасибо большое за такой развернутый доклад. Я бы хотела, думаю, и я, и кто-то из зала захочет задать вам вопросы. Скажите, пожалуйста, вы сказали о том, что цифровой двойник – это достаточно дорогая технология. Меня, как человека, который ежедневно работает со стартапами, интересует, как вы считаете, когда подобные технологии смогут быть доступны стартапам, будут ли они вообще доступны стартапам? Как вы считаете? Ну, сейчас идет широкое употребление этого термина. То есть ожидания существенно превышают потенциал возможностей участников, которые произносят. Под этот термин заводят все, что не попадя. Ну, вот, в надежде, что дадут деньги. То есть, конечно, появились уже серьезные, например, цифровые двойники месторождений. Надо понимать и разбираться, что это такое цифровые двойники городов, Smart City и так далее, и так далее. То есть это движение ширится, хотя хайп Гартнер со своей кривой это скинул именно из-за этого. Слишком вовлечено большое число людей, которые произносят эти термины, ну, как гербалайф. Короче говоря, сейчас идет как раз период, когда будет долина разочарований. Но надо понимать... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Говорят, вот мы делали, вложили большие деньги, а где результат-то? Почему я ей предлагаю, надо начинать с экономики. Если ремонт того же дизеля где-нибудь у самосвала на карьере, это чуть ли не 40 миллионов будет послать бригаду и так далее, то если ты продлеваешь ресурсы, обеспечиваешь замену детали, чтобы она не ломалась и так далее, ну вот, пожалуйста, можно считать, соответственно, выгоду. Или еще один пример, совсем вот недавний, ну скажем, берем турбину, соответственно, односторонний отрыв на втулке диффузора, ты устанавливаешь это явление, подверждаешь экспериментально, дальше через цифровой двойник модели математические показываешь, как его устранить, делаешь техническое решение, и дальше цепочка экономическая. А, КПД выросло на 3%, вспоминаем в советское время, одна десятая процента, это докторская диссертация, на 3%. Дальше, соответственно, что происходит, мегаватт мощности добавляется к полезной мощности, а теперь в рубли наши любимые. Каждый час из турбина будет генерировать дополнительно миллион-два миллиона рублей, 8 миллиардов, 10 миллиардов в год, а работа стоила, ну, 20 миллионов рублей. Вот где эффекты, колоссальные эффекты, ну, цифровых двойников. Без цифровых двойников, ну, десятилетиями никто этого не видел, не знал, не понимал, и было КПД, какое было КПД. Вот где экономика зашита. Спасибо, Алексей Иванович. Коллеги, может быть, у кого-то есть вопросы в зале, потому что Алексею Ивановичу сейчас нужно будет нас покинуть, поэтому есть возможность, да. Андрей Петрович. Алексей Иванович, добрый день. Это Андрей Добрынин, Цифрум Росатом. Добрый день. Да, я очень рад, что сегодня такая, в общем-то, принципиальная дискуссия идет, и я думаю, что многие участники дискуссии, то, к сожалению, что, может быть, вы не всех услышите, я просто знаю заранее, поскольку мы поговорили о том, у кого какие позиции. Но для прояснения все-таки вашего подхода, ваш центр участвует в таком проекте, который называется «Цифровая модель Опертышского бассейна». Какую именно роль и какое имя позиционирование подхода формирования цифровых двойников в этом проекте вы видите? Это сложная, природно-техническая, скажем так, история. Спасибо. Да, в первую очередь, это целое направление вы затронули, так называемое, трансдисциплинарное, когда мы из промышленности выходим вот в другие совершенно области, где нас не сдали, где об этом даже не мечтали, не говорили, не знали. Три таких у нас направления. Первое – это прогнозирование распространения ковида, чем мы занимаемся с февраля, и понимаем, что будет происходить в октябре, ноябре, декабре, в январе и так далее. И оно превратилось в управление социально-экономической системой, потому что расстановку или снятие ограничений – это уже экономика, образование добавилось и так далее. Второе – это действительно цифровой оперативский бассейн вернуть. Сейчас и третий – это вот Северный морской транзитный коридор. Только что, значит, ледокол «Севморпуть» вернулся, прошел там три океана, десять морей, и принес как раз для постановки задачи формирования ТЗ очень много ценной информации. Цифровой оперативский бассейн, значит, это поперек России, если там вдоль. Ну, первое – 14 регионов. Дальше – самый большой водный бассейн в России. Больше – Волги, меньше только Миссисипи, Амазонки. И дальше мы смотрим на техноприродную такую систему. Города, расположенные по берегам. Ну, первое, конечно, что приходит в голову – это мониторинг, гидропосты, современные датчики, потому что нам нужна достоверная информация. То есть данные, в которые мы верим, причем в ежедневном режиме, ежесуточном, часовом, большие потоковые данные. Они должны обрабатываться. На основе них должны быть построены математические модели, которые датчики нам ничего предсказать не смогут, они смогут зафиксировать аварию или проблемы какие-то, ухудшающиеся. А вот перейти к математическим моделям и сформировать предсказательные модели, прогнозировать, а что будет, если, и так далее. А можно ли развивать тульную промышленность вот именно здесь, или ее нужно где-то в другом месте. И смотреть, конечно, на всем регионе. Ну, я имею в виду весь обертышский бассейн. Начали мы, всегда нужен пилотный проект, чего-то маленького, понятного. Это река Ускат, вот, ну и, соответственно, это Кемерово, Томинская область и так далее. Вот из тех, Челябинская. То есть те, которые у истоков, соответственно, ну и могут нанести наибольший вред, если случится экологическая катастрофа, а-ля там Норильск, там и так далее. Вот. Ну и дальше, фактически, уход действительно в цифровые двойники. Цифровые двойники, которые будут балансировать. Вот ключевая вещь, матрица называлась, это балансировка конфликтующих показателей. С одной стороны, хочется что-то это сделать, но мы должны посмотреть, а как это повлияет на другие элементы системы, да еще на всем жизненном цикле. То есть через, там, месяц, год, там и так далее, и так далее. Вот. Вот это вот роли, и роли, ну, я бы сказал, большая, и фактически, я бы сказал, такая в виде платформы они выступают, где на разных этапах, на начальном этапе, ну, ключевую роль будут играть, конечно, ну, датчики, гидропосты, сборы информации, информационная система. А потом перейдет и к предсказательному моделированию. Спасибо, Алексей Иванович. Спасибо большое за сегодняшнюю дискуссию, за ответы на вопросы. Мы, наверное, тогда отпустим вас и перейдем к следующему участнику. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Удачи. До свидания. Так, мы, наверное, перейдем тогда, Владислав, к вам. У вас рядышком лежит микрофончик. Так, я, насколько мы с вами общались, я, насколько понимаю, в вашей компании все-таки есть свое видение по цифровым двойникам, и вы считаете, что у цифровых двойников есть несколько сущностей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее и с примерами, если возможно. Ой, все, простите, пожалуйста, Владислав, да. Если уже Алексей Иванович ушел, давайте тогда я расскажу. Я представляю компанию проф.ит, и мы предлагаем решение по цифровой трансформации массовому рынку, компания массового рынка. Прикладные решения. Соответственно, когда мы… А можно запустить? Соответственно, когда мы… И, наверное, я так понимаю, вот на фоне выступления Алексея Ивановича, что мы общаемся с другими компаниями по большей части. Но когда мы к ним приходим, мы тоже слышим от них слово цифровой двойник. Некоторые прямо говорят, сделайте нам цифровой двойник того там, цеха там, еще чего-то. И поскольку мы компания коммерческая, и мы, ну, как бы своих клиентов ценим, мы стараемся их слышать. Поэтому мы научились их понимать. То есть вот под словом цифровой двойник, то есть вот если на практике сказать, мы четко разделяем, ну, как минимум, назовем так, три сущности, как сказала Екатерина. Значит, первое – это цифровое описание, ну, допустим, изделия или процесса. Это то, что в огромной массе наших компаний, ну, по рынку, ну, просто отсутствует. И даже появление такой вещи, как, ну, цифровое описание, оно, конечно, на мировой уровень не выходит, и разрыв мы не обгоняем никого, но, по крайней мере, мы начинаем дотягиваться в массе. То есть чем больше людей, ну, чем больше компаний будет вот этой темой касаться и так или иначе трогать, конечно, так будет лучше в экономике в целом. Поэтому цифровое описание. То есть у нас из практических опытов, ну, практически наш опыт – это наиболее значимый, это, ну, можно сказать, классическая PDM-система, то есть это технологический конструкторский состав изделия, мы ее делали для УАЗа. То есть мы ее делали на платформе Симминса Тимцентра. Соответственно, для того, чтобы УАЗ мог выпускать, ну, сейчас мир такой современный, нужно выпускать много разных комбинаций, вариаций автомобилей, там один на другой не похож. И для того, чтобы это сшивалось по конструкции и по технологии, технологическом, то, соответственно, вот мы используем его. На следующем слайде я чуть подробнее скажу. Значит, еще одна, скажем так, следующий уровень сущности – это так называемое имитационное моделирование. То есть имитационное моделирование, оно применяется, когда речь идет чаще про, допустим, цех, производство, реже про участок и совсем не применяется про изделия, потому что за изделие как раз отвечают или сразу цифровые двойники – это уровень топ-развития, или просто цифровое описание, ну, типа системы PDM. Значит, и третий уровень, до которого мы смогли дотянуться на практике – это цифровая тень. То есть ее тоже Боровков упоминал. Значит, я покажу, ну, то есть что это значит в практическом разрезе. Да, я не ту кнопку. Что-то она то работает, то не работает. Ага. Извините. Слайд, вот после… Вот этот слайд, все, я сам научился. Спасибо. Значит, вот то, что я говорил. Реализованный нами проект, ну, то есть он идет, ну, как бы он начался какое-то время назад и идет, потому что эти проекты обычно живые, ты не можешь начать реализовывать, ну, как бы PDM-систему, ее бросить, потому что происходит постоянное обновление, в системе происходит, поднимаются требования на изделие, и многие вещи, которые требуют постоянного твоего онлайн, так сказать, присутствия. Поэтому это вот так выглядит тут конструкторское изделие. Значит, у таких цифровых двойников, скажем, в кавычках, вот цифровых описаний, у них есть вполне зрительный, вполне ощущаемый экономический эффект. То есть элементарно сокращается время на проектирование, на выпуск, на запуск производства и на поддержание, ну, этого производства в рамках требований, ну, изменяющихся текущих требований. Соответственно, вот, значит, второй уровень, который, ну, мы тоже, до которого мы дошли и реализуем, значит, это имитационное моделирование. То есть имитационное моделирование мы делаем в среде Siemens Technomatics. Значит, если речь идет про большие производства, это Plant Simulation. Если речь идет про локальные операции, то мы говорим про Process Simulation. Значит, это мощный двигатель, ну, то есть мощная среда, позволяющая смоделировать кинематику 2D, 3D, практически любого по масштабам технологического производственного процесса. Соответственно, на нем будет становиться видно, где у тебя узкие места, каким образом на нем можно провести достаточно ограниченный, но все-таки набор экспериментов, которые тебе позволят, например, твой цех сначала виртуально перепланировать, получить нужную производительность, ну, или решить ту проблему, которая, ну, была. А затем уже переходить к реализации в это дело в железе. Вот, и как пример просто покажу. Это 2D-модель, только я сейчас не уверен, там есть видео, помогите запустить. Вот это вот, ну, иллюстрация с 2D-модель, ну, с двухмерной модели, которую мы делали на Первоуральском новотрудном заводе. У них была проблема, что у них финишная линия, она, ну, в общем, на ней были затыки. И они хотели посчитать конкретно в цифрах, где, когда, на сколько процентов и что им нужно сделать. Можете запустить это видео такое встроенное? То есть я просто хочу показать, что эта модель, она живая, то есть это не просто картинка, как здесь. То есть там прямо видно движение труб, то есть там видно движение, то есть если чуть шире, это участок только финишный, если чуть шире посмотреть, там видно движение отпаковки, которое идет там на прокалывать, на повальцам, на прокалывающий стан, и дальше идет на отрезку и на финишную отделку. Ну, просто не получается. Ну, тогда поверьте мне на слово, то есть если там вот нажать, то есть я имею в виду Technomatix, позволяет сгенерировать, то есть вот это в виде движущихся, ну, движущихся по переделам материалов. На каждый передел, если подвести, можно будет увидеть определенную таблицу, которую разработчики задали, и с нее снять, увидеть в текущем прям режиме, как происходят изменения, что происходит технологически, что происходит на данном конкретном этапе. Соответственно, и второй вариант. Это тоже видео, это мы делали для дальтрансугля. Значит, это угольный терминал. То есть здесь сделана та же самая работа, нужно было проанализировать его работу, но здесь просто представлено, как это делается в 3D-виде. Не запускается, да? Не, хорошо, давайте пропустим время ценно. Он меня не слушается. Я думаю, коллеги, наверное, если кому-то будет интересно увидеть именно видео, Владислав, наверное, поделится презентацией. Да, конечно, конечно. У меня презентация есть, я буду рад, если кто-то заинтересуется. Соответственно, здесь подтверждено международными компаниями большие цифры по поводу того, что если делать имитационное моделирование до того, как ты начинаешь запускать производство, или ты хочешь решить какую-то проблему существующую, экономишь многие миллионы в иностранной валюте. Значит, третий вариант, тот, который я говорил, это цифровая тень. Цифровая тень работает по принципу, что создается симуляция какого-то объекта. Значит, на него осуществляется, то есть вот эта симуляция в виртуальном мире, она как бы интегрируется с реальным живым оборудованием, которое она должна отождествлять. На него выдается воздействие, объект в физическом мире это воздействие принимает, отрабатывает, выдает определенные данные, которые мы воспринимаем, системами считываем, записываем, храним, анализируем, возвращаем в ту симуляционную модель, которую мы создавали с самого начала, и так мы запускаем вот этот бесконечный цикл улучшения изначально созданной виртуальной модели. То есть это такой принцип работы. То есть получается то, что мы не, вот как у Алексея Ивановича, он засовывает вовнутрь этих объектов сложные физические, химические и прочие процессы. Здесь мы останавливаемся на том, что мы воспринимаем объект по тому, как он реагирует на то, что мы с ним делаем. Вот какой принцип. В чем прелесть цифровой тени по сравнению с цифровым двойником, но в настоящем полноценном? То, что она может быть сделана гораздо меньшим ресурсом по времени и с гораздо меньшими затратами. То есть если задача требуется, в общем, задачу нужно решать тем инструментом, который по ней. Не нужно пытаться там микроскопом гвозди забивать, что-то вот в таком роде. Аналогия у меня возникла. То есть и вот из цифровой тени мы используем для создания цифровых теней и улучшения работы оборудования на платформу интернета вещей компании PTC, известный мировой лидер ThinkWorks. Значит, что мы сделали? На УАЗе участок роботизированной лазерной резки, то есть там в прессовом производстве детали отштампованные выходят, их нужно обрезать. Соответственно, до того, как мы прикрутили вот эти вот… там два комплекса, вот здесь видите сложный, здесь достаточно много оборудования, там и лазерный источник, и сам лазер, и контроллеры, там рельсы ездят, но эти роботы ездят на рельсах. Так вот, до того, как мы прикрутили к ним платформу интернета вещей, ну то есть решение на основе, которое на платформе построено, то вообще собирались люди покупать еще одного робота, потому что у них не хватало производительности. То есть они собирались выгонять сначала людей, тратили на это деньги в ночь, ну как бы выходные, потом стали уже подходить к тому, что пора нам купить, наверное, еще одного, ну РТК еще, не робота, а целиком комплекс. Соответственно, когда мы… ну там была смешная, да, когда мы посадили вот этого робота на платформу интернета вещей и вывели это все начальнику цеха, он так происходил, и пришли к нему на защиту, потому что эта задача сложная, мы ее делаем в несколько этапов, первые два сейчас прошли, переходим к следующему. Значит, ну, показываем эту защиту, говорим, вот так и так, ты не зря потратил там всего лишь на все миллион рублей, там даже чуть меньше цифра была, и по времени этот проект достаточно быстро был. вот, видишь, робот твой не работает. Он говорит, да как не работает? Зонит Ваше, ну по своей старой, звонит Васине, говорит, Ваше, это что-то робот не работает. Вася ему на голову, он говорит, да работает у меня все, все, приходите, все у меня работает. Говорит, я сейчас приду, но только потом ты уже оттуда не уйдешь. Говорит, ты выяснишь, что вот, меня там не подвезли, что-то, короче, не подвезли, то ли воздуха она не было на источнике. То есть как минимум, во-первых, выровняли и сбалансировали загрузку оборудования, это раз. Во-вторых, мы сейчас накапливаем данные, то, что я говорил про второй этап. То есть мы сейчас собираем данные для визуализации, потому что смотреть на графики не всегда интересно, не всегда информативно. Мы увеличиваем объем данных, стараемся это делать умно, потому что много, хоть и мощности там позволяют, на УАЗе мы поставили сервера, но это нецелесообразно. И мы сейчас переходим к тому, чтобы как минимум в самое ближайшее время освоить предиктивную аналитику по роботу, по источнику. И затем, если у нас вот этот процесс получится, условно говоря, чтобы раз робот нас сам предупреждал о том, что сейчас с ним может произойти, вот эта платформа интернета вещей, работающая по принципу цифровой тени, она это позволяет сделать. Вот мы тогда попробуем, ну, как бы, вот эту предиктивную аналитику полностью освоить и перейти к следующим, я говорю, к лазерным, к источникам. Ну и потом, если получится, конечно, мы будем это, так сказать, на весь цех, на прессовку раз… Потому что эффект там увеличивается. То есть я говорю, как минимум от потерь на фод, ну, как бы элементарные потери и лишних капиталовложений компании будут избавлены. Ну, в принципе, все. Вот я хотел рассказать про те три самые сущности, которые есть. Они работают, и это самое главное, что это доступно не каким-то гигантам индустрии, а вполне, ну, большинству российских компаний. Слав, спасибо. Смотрите, я, наверное, как коммерсант в душе, в прошлом хотела вас спросить, как человека, который работает с коммерческими заказчиками, и я, насколько понимаю, вы работаете с разными компаниями. Скажите, пожалуйста, как, какие проблемы обнажила пандемия у ваших заказчиков, с чем они к вам приходили, какие были сложности, и что хорошего произошло, может быть, за это время? Ну, хорошее произошло то, что я был на удаленке с женой, с детьми, поэтому жена, по крайней мере, восприняла благоприятно, загрузила меня кучей работы домашней. Но если серьезно, значит, какие поднялись требования? Ну, во-первых, по производству, то есть люди осознали, что когда у тебя на производстве много машин, а не, ну, вернее, наоборот, много людей, а не машин, то ты вынужден крутиться, как хочешь. То есть заставляли рассаживать людей на вот эту вот социальную дистанцию, ну, и расставлять. И это все, ну, как сказать, ущерб производительности. Это раз. Во-вторых, поднялся, и мы делали, ну, поскольку мы предлагаем работать технические комплексы, тоже как это, ну, скажем так, традиционная вещь, но без нее она нужна как инструмент для постройки на ней более сложных, там, киберфизических систем, хотя бы как первый шаг. Потому что если ты с молотком, то никогда ты туда не попадешь. То, значит, ну, мы сделали, мы делали там продукты специализированные, как раз, условно говоря, у нас был прям спецпродукт под выпуск масок, чтобы там покрыть, ну, как бы конъюнктурный такой был всплеск, прям резонанс. Там компании целиком покупали, кто маски производит. Вот. Был еще сильный спрос на удаленку, на обеспечение безопасности. То есть мы занимаемся, ну, то есть вот в этой части тоже информационной безопасностью. То есть мы делали удаленные места для работы, ну, то есть, скажем так, в рамках тех, которые обеспечивают и работоспособность систем, и при этом одновременно безопасность информационной, потому что для, сейчас это важно, для, ну, маломальской, уважающейся компании, это риск и деньги. Вот. Вот был еще такой, как бы, ну, тоже мы предлагали им конкретные решения, облачные мы там пробовали на Мегафоне и на Яндексе, используя их. Спасибо, Владислав. Я, наверное, вас больше не буду мучить. По вопросам безопасности помучу коллег из телекома. Спасибо, коллеги. Похоже. Да, спасибо вам большое. Знаю, что вам нужно идти на другую секцию. Спасибо за доклад. Ну, я, наверное, передам слово Андрею Петровичу, Добрынину, и, соответственно, микрофончик, коллеги, поделитесь. И хотела бы от вас услышать, каким образом, какое значение имеют цифровые двойники, как контент для создания VR-среды, для принятия решений. То есть вы у нас, как человек, который работает в государственной корпорации, все-таки компанией, заказчиком у вас является государственная корпорация. Расскажите, каким образом VR-решения помогают принимать, виртуальная реальность помогает принимать решения. Включился. Микрофон. Смотрите, здесь ситуация такая, что, хотя мы называемся частное учреждение по цифровизации атомной отрасли, ЦИФРУМ, но мы занимаемся не только цифровизацией атомной отрасли. Правительство, как вы знаете, на госкорпорации сейчас вылагает очень много разных задач, в том числе мы вместе с Ростехом когда-то были центром компетенции, ну и сохраняется наша позиция, центр компетенции по сквозным цифровым технологиям. При этом именно Росатом выступил заказчиком на разработку дорожных карт во всем сквозным цифровым технологиям. Виртуальная дополненная реальность – одна из них. Очень рекомендую вам знакомиться с этими дорожными картами, потому что на самом деле это стратегия, которую одобрило государство. Если вы попадаете в соответствии с этой стратегией, ваши проекты развиваются, то вы можете получить средства государственной поддержки. Если не соответствуют, то вы их не получите. Поэтому дорожные карты стоит читать. Хотя это большие документы, а дорожную карту по развитию технологии виртуальной дополненной реальности по нашему заказу выполнял как раз Дальневосточный федеральный университет, большое им спасибо, потому что они сделали, наверное, третий подход к этой задаче и разработали эту дорожную карту. Она очень качественная, это действительно так. В результате, правда, были одобрены правительственной комиссией краткие версии. И, собственно, вы с ней, наверное, познакомитесь, есть более полная версия. Может быть, если обратитесь в ДОФУ, если вы с ними общаетесь, то они вам расскажут более полный вариант. И там очень много интересных подробностей. Но почему, когда мы говорим о цифровых двойниках, вот с Алексеем Ивановичем у нас периодически происходят, конечно, такие довольно серьезные дискуссии. Почему мы говорим про виртуальную реальность и что такое для нас цифровые двойники? Цифровые двойники для виртуальной реальности и для тех задач, которые решаются с помощью виртуальной реальности, сейчас немножко подробнее скажу, это, в первую очередь, контент. И контент, который позволяет, собственно, эту виртуальную среду сформировать. И вот эти все элементы, о которых нам только что рассказывали коллеги, который перед нами выступал, они для нас, не в зависимости от того, соответствуют они жестким критериям понятия цифровых двойников, или они являются какой-то немножко более упрощенной версией, они для нас ценные. Но ценные только в том случае, если мы можем их загрузить в виртуальную среду. То есть они должны быть инженерными моделями, на том, что мы занимаемся вир-ар промышленности. Понятно, что есть вир-ар еще в медицине, но вот я как представитель Росатмоса-то говорю о виртуальной дополненной реальности промышленности. Они должны быть инженерными моделями, то есть они должны быть кадовскими и любимовскими. Ну и кадры, понятно, что это целый спектр разных форматов. И больше и больше это интеграция с ГИС, то есть геоинформационными системами. Все это загружается в виртуальную среду, и тогда мы начинаем решать те задачи, о которых я, собственно, Алексея Ивановича и спрашивал. Как создать, например, то, что коллектив инициаторов проекта «Цифровая модель опер-тышского бассейна» хотят решить. Потому что невозможно загрузить только то, что проектируется. То, что рассказал Алексей Иванович, это проектируется. И там действительно можно сделать с самого начала из проектных разработок то, что ты называешь цифровой двойник, ставишь его на те испытания, которые они тоже называют виртуальными. В этом смысле мы все время так пересекаемся, все время у нас идет дискуссия о терминах. Вот они на виртуальные испытания запустили Аурус, Аурус протестировали, вместо там нескольких лет сделали это за дни, отмоделировав прохождение этим самым автомобилем, спецзаказом полигона в нами, то есть это был реальный полигон, цифрован. И в результате получили, значит, вот что с ним происходит. Что изнашивается, что не изнашивается, что достаточно прочно, где будет трясти первое лицо, где первое лицо будет чувствовать себя комфортно, потому что кочки там везде бывают у нас, а на миг как раз они отмоделированы. И вот, собственно, в этом-то и вопрос. Где вот эта самая граница? То есть, если ты сам создаешь, то есть созданная человеком, конечно, можешь заложить все требования. Если ты имеешь дело с природным объектом, то какие-то требования можешь заложить к созданию дельты реки. Ну, какая она сформировалась, такая сформировалась. А когда тебе нужно решить задачи, например, по тому же решению, которое разрабатывается, например, для опертического бассейна, тебе нужно это соединить. И соединить таким образом, чтобы ты мог работать с полноценной моделью, которая сегодня тоже там упоминалась, она, правда, там по позициям где-то внизу была, имитационное моделирование. То есть, что такое управленческое решение? Ты должен погрузить в среду все, что ты можешь отмоделировать, разными способами. Посмотреть сценарий развития той или другой ситуации, использовать там математическое моделирование, физический процесс, ну, целый комплекс решений. И потом принять управленческое решение. Нравится или не нравится тебе то, что ты увидел, и можешь ли ты на это воздействовать, если ты воздействуешь, то что получаешь в результате. Потому что иногда идея о том, как воздействовать, оказывается ложной. И когда ты это отмоделировал, у тебя получилось совсем не то, что ты хотел. Тогда ты вносишь изменения, ну, если есть контруправленческие, вы знаете, да, то есть воздействовал, посмотрел, какой результат, изменил способ воздействия, получил другой результат. Но чтобы это делать, в виртуальной среде нужно все это отмоделировать. Отмоделировать и то, что создано человеком, и то, что создано природой. Поэтому мы ставим как сфер такую задачу, в том числе, вот она должна быть решена для Опертышского бассейна, для Севморпути, о котором тоже Алексей Иванович упоминал, управление и моделирование геотехнических систем. А в свою очередь виртуальная реальность является интерфейсом. Потому что работать с огромными массивами данных, еще с результатами обработки их с помощью искусственного интеллекта человеку очень тяжело. Когда мы это визуализировали, появилась возможность, ну, к, по крайней мере, специалистам даже, которые не понимают, что там внутри, они видят результат. Когда они видят результат, они по-человечески могут к нему отнестись. Нравится им это, не нравится, да. Что-то в этом самом сценарии поменять. Это и есть, собственно, принятие управленческих решений, которые сейчас Екатерина спросила. Мне очень понравились вопросы Екатерины, которые Алексея Ивановича адресовала. Они прямо в точку так были. Но дискуссия, на самом деле, об этом идет не случайно. То есть, все-таки, мы можем собрать пул решений. Не просто вот то, что делает команда Алексея Ивановича, а то, что делают коллеги, которые передо мной выступали, другие компании, которые, может быть, даже и стартапы. Но они сделали какую-то историю, которая, может быть, включена в интегральную такую общее представление о каком-то сложном объекте. Вот сейчас мы эту задачу отрабатываем, ну, по крайней мере, эти планы у нас сейчас активно обсуждаются, создание, реализация концепции цифровых островов для Сахалинской области. И вот если мы там сделаем это, там и острова, и Сахалины, и Курильские острова, и Охотское море, и ледовая обстановка, и землетрясения, и много чего. И при этом там есть на реальные экономические процессы, по которым нужно просто принимать решение о том, целесообразно их там развивать дальше, например, добычу нефти, газа и всего остального, с учетом того, каким образом будет мировая обстановка развиваться после ковида, но при этом еще есть ограничения там экологические, есть людские, ну, и технологические и так далее, да. Вот все это вместе собрать и оценить. Или, например, строительство моста на Сахалинс, материка. Каким образом оценивать, да, то есть нужно отмоделировать все это, отмоделировать не только в смысле, вот сам мост, да, и как он будет там строиться, куча проблем, да, но которые, в принципе, решаемы совершенно. Но вопрос, а какое воздействие он окажет? Он окажет воздействие на развитие острова, но останется остров тупиком, которого с моста вот довезли, на острове выгрузили, забрали, отвезли. Или все-таки дальше проход в Японию, да, то есть вот все эти истории, которые обсуждаются в строительстве на тоннеле и так далее. Вот это сложная модель, которую нужно выстроить и понять вообще, она реализуема, нереализуема, целесообразна, не целесообразна. Вот управленческие решения, они все-таки такого рода. И для этого нужно иметь, соответственно, цифровые модели, если некоторые из них потянут, то будут называться цифровыми двойниками, и некоторые их там не назовут цифровыми двойниками, назовут как-то по-другому, они все будут загружены в эту самую виртуальную среду, которую я компромиссно предложил Алексею Ивановичу говорить, что мы только про виртуальные двойники. Вот цифровые – это вот та самая высокая планка, а вот виртуальные – это мы, в принципе, согласны собирать побольше туда. И с этим работать в комплексе, и на основе этого принимать какие-то решения. Чем более точные модели будут, чем более точные математические модели будут, вот в нашем русском метапе здесь принимает достаточно большая, учается большая команда Росатома, в том числе коллеги, которые занимаются продвижением таких продуктов, как Логос, которые позволяют много чего математически моделировать, отработанное на атомной промышленности, сейчас это идет все более широко. Но, конечно, там сделают не все. Есть много вопросов, которые Логос все-таки нуждается в поддержке других специалистов по математическому моделированию физических процессов и всяких других процессов, потому что Алексей Иванович, например, упомянул еще и то, что они сейчас делают по оценке эпидемиологической ситуации, понятно, что там уже другие модели. И все это нужно свести вместе, человеку преподнести, дать ему удобный интерфейс, чтобы он принимал решения, не искусственный интеллект принимал решения, не какие-то автоматические алгоритмы, они должны подсказывать, показывать эти самые варианты, сценарии, а управленческое решение должно быть за человеком. Я, прошу прощения, может быть, слишком долго отвечал, но, в принципе, вот то, что я хотел сказать. Спасибо. Я вам задам такой небольшой вопрос. Вы сказали, что цифрам работает не только для, так скажем, в интересах компании Росатом, но и работает в интересах других заказчиков. А скажите, пожалуйста, вот когда вы общаетесь с заказчиками, будь то Росатом, будь то другие какие-либо заказчики, какие они, прежде всего, ставят перед собой задачи, когда они задумываются о создании цифрового двойника? Я понимаю, что это такой вопрос большой, в зависимости от того, что мы, так скажем, планируем делать. Задачи могут быть разные, но все-таки какие-то такие обобщенные задачи, которые интересуют всех заказчиков. Ну, смотрите, здесь, опять-таки, нужно понять, что, действительно, Росатом – это большая очень структура, поэтому там тоже достаточно разных, много разных задач. Есть те задачи, которые к классическому пониманию цифрового двойника относятся, потому что мы тоже являемся машиностроителями, то есть у нас есть дивизионы, которые, естественно, в том числе эти вопросы решают. Есть те, которые занимаются строительством самих станций. Это уже другая история, потому что там уже много вещей, которые нужно учитывать с позиции не только того, что ты спроектировал и произвел на станке, но у тебя есть такие люди, как строители. И вот они начинают строить, и строят что-то не совсем то. Как правило, невозможно 100% реализовать то, что заложено в проектную документацию. Ну, просто по жизни это так. И когда это так происходит, у тебя появляется то, что можно назвать, конечно, цифровой тенью. То есть ты что-то сделал, но потом у тебя какие-то датчики показали, что на самом деле там прочность бетона оказалась не такой осекой, а там что-то еще произошло, да. Но ты при этом подправил то, что у тебя заложено в дальнейшую модель эксплуатационную. Потому что Росатом, история Росатома, его сущность, это полный жизненный цикл. То есть мы должны от того, что топливо появилось ядерное, его сделали в виде стержней, загрузили в станцию, проработало десятки лет, потом все это демонтировали, захоронили, и еще об этом заботимся о том, что захоронили. Сейчас, правда, у нас развиваются новые подходы, которые позволят использовать еще же уже отработанное ядерное топливо. Это еще будет следующий этап развития. Но вот эти вот задачи все тоже должны быть отмоделированы. Они уже совсем другого уровня. Это не то же самое, что ты просто вот изготовил узел, да, или даже машину собрал, или двигатель, который вот, конечно, сложная история, но тем не менее все-таки понятная. А когда у тебя идет ядерная реакция, еще с каких-то быстрых нейтронов, и там уже ты как бы вот что ты моделируешь, да, вот как ты этим управляешь. Но тем не менее модель тебе надо, иначе если нет модели, у тебя нет понимания, как ты с этим работаешь, собственно, вот в этом самом процессе. А если еще считать, что на Росатом сейчас возложены такие задачи, как развитие СМР-пути, где надо моделировать всякую ледовую обстановку и все прочие моменты, которые связаны с тем, что это тоже, этим тоже надо как-то понимать, управлять. Ты же не просто строишь ледоколы, сейчас мы строим, будем здесь недалеко, в Большом Камне. Ну, мы это заказчики, а строить это будет компания «Звезда» судостроительная. Значит, что они будут строить? Они строят ледокол, который соответствует чертежам, или ледокол, который соответствует ледовой обстановке, в которой им придется работать. Это большой вопрос. Потому что, конечно, проектировщики вроде бы заложили все, что могли заложить. Но все ли процессы развития ледовой обстановки с потеплением климата они учли? А как они их учли, если их еще нет? А будет только через пять лет. А какая будет ледовая обстановка? Вот это все нужно спрогнозировать, заложить в требования, в технические требования. Иногда эти требования должны меняться. Ну, то есть, вот были такие, спроектировали, а теперь требования изменились, потому что по-другому. Теперь стали не хрупкие льды, как они до сих пор были в Арктике, а мокрые льды. Они по-другому действуют. Их не крошит. Ну, только ледокол не крошит их, а они его облепляют. Вот таким месивым ледовым. И попробую по ним пройти. То есть, совсем другая история. Вот эту задачу мы сейчас прям пытаемся сделать, отмоделировать вместе с нашими партнерами. Мы, кстати, с партнерами СДУФУ. Здесь есть специальный центр по арктическим исследованиям. И с ними объединяемся, с коллегами Красно-Сахалине, потому что это восточная часть пути, которые должны провести по ледовому, ну, в соответствии с ледовой обстановкой, то, что называется, обеспечить ледовые проходы, от Берингового пролива и дальше там через Камчатку, Сахалину, ну, собственно, до Владивостока. Поэтому, да, Росатом занимается решением разных задач. Я могу там сказать, что, ну, в этом смысле, мы вынуждены, как бы, более широко смотреть на понятия цифровых двойников. Просто вынуждены. Иначе мы, вот, если упрямимся, как бы, вот, скажем, вот только то, что вот проектируется, это цифровой двойник, а все остальное не цифровой двойник. Тогда скажите, что остальное, и каким образом мы можем использовать это, загрузив некоторые представления о том процессе, который нужно управлять, сделать интерфейс для его управления, и, собственно, принимать эти управленческие решения обоснованно. Вот это вот комплекс задач, который решает Росатом. И он, вот, требует того, чтобы расширить некоторые видения цифровых двойников. Спасибо. Спасибо, Андрей Петрович, за развернутый ответ. А я предлагаю перейти к видению компании МТС. Какие элементы компании МТС используют, элементы цифровых двойников используют в своих решениях? Андрей, расскажите нам, пожалуйста, коллеги, запустите презентацию, пожалуйста, компании МТС. Да, коллеги, очень приятно сегодня находиться в таком экспертном составе. Даже чувствую, что немножко здесь. Хотел поменяться презентация с предыдущим, самым первым оратором. Думаю, интересно. Там много слайдов, много информации. Хотелось бы перечитать, изучить это. У меня будет немножко другого характера презентация. Я хотел бы рассказать о том, как компания МТС решает некоторые задачи, наверное, приближенные, знаете, к нашей реальности. Был до этого, буквально несколько часов назад была секция про умный город. И, знаете, подумал, наверное, о том, что умный город и цифровые двойники в каком-то смысле связаны, но с другой стороны совершенно разные цели стоят. Если мы говорим про умный город, это большая цель про комфорт для жителей, да, то цифровые двойники – это скорее про управление, особенно если мы говорим про город или про городскую среду, то это про управление, про принятие каких-то решений, про моделирование и так далее. Это совершенно разные цели могут стоять перед этими концепциями, хотя аналитики, когда планировали эти понятия, когда вводились, да, было такое ощущение, что это просто замена одного понятия другому. Вот. Но если в целом говорить о том, чем занимаемся мы, мы даже немножко спустимся на землю, этим мы занимаемся здесь, в Владивостоке, на базе Центра цифрового развития, поэтому, наверное, очень, ну, как бы, не слишком так глобально, да, с одной стороны, как, возможно, то, что было сказано чуть раньше, да, но это то, чем мы занимаемся, и это тоже касается многих из нас, и это, знаете, история про цифровые двойники, про элементы цифрового двойника города и городской среды. Вообще, в принципе, как было чуть раньше замечено и правильно сказано, что цифровой двойник, он невозможен без каких-то данных. То есть можно отрисовать какие-то красивые картинки, но если на вход не поступят какие-то вводные по изменениям, по портрету, если мы говорим про оборудование, то по процессам и так далее, то, наверное, цифровой двойник не станет цифровым двойником, это просто будет какая-то красивая картинка, которую можно показать, там, я не знаю, кому-то для того, чтобы сделать какую-то красивую презентацию или что-то в этом роде. Когда у нас есть данные, которые поступают на вход, то эта картинка приобретает некий смысл. Тогда эти данные можно оборачивать в какую-то историю, согласно которой можно моделировать процессы, моделировать какую-то историю и понимать, к чему то или иное изменение может привести. Можно переключить на следующий слайд? Или у меня есть возможность переключить? Отлично, да. У меня будет несколько слайдов, и я очень коротко пробегусь. Возможно, этот слайд сегодня вам покажется знакомым, да? Где-то вы, может быть, его видели, но... Это направление исследований наших в компании сейчас, точнее, даже если быть вообще конкретным, то это в нашей команде, в нашем направлении, чем мы занимаемся и что мы исследуем, и какой эффект мы хотим от применения этих данных иметь. Немножко забегу вперед, да? То есть история, связанная с данными, которые есть у Telecom Operator, она очень обширна. Данные, которые собирает Telecom Operator, они, назовем их это сырые данные, которых настолько много, что иногда смотришь на это месиво и думаешь, а что с этим можно месивом сделать? И данные, они бесполезны, пока они не приобретут какой-то некий смысл, и пока они не превратятся в какую-то информацию, из которой можно делать какие-то выводы, делать какую-то аналитику, и в будущем даже, может быть, строить какую-то предиктивную, да, или предсказательную аналитику. Мы в нашем направлении двигаемся к тому, чтобы иметь возможность из данных, которые есть в компании, у нас уметь делать выводы. И эти выводы предлагать, и строить какой-то анализ и аналитику. Смотрите, здесь на картинке, да, то есть то, что мы используем, наверное, я буду больше говорить про цифровое двойник города или городской среды, это ближе, наверное, к нам, потому что телеком-оператор собирает в первую очередь показания, показания, да, а, наверное, каждый из нас имеет телефон, имеет, возможно, компьютер. Вот, почему возможно? Потому что у некоторых уже даже нет компьютера, есть абсолютно точный телефон, и без телефона мы никуда не перемещаемся. И телеком-оператор становится заложником всей этой истории, потому что весь трафик и вся история по событиям она собирается, и ее нужно предобрабатывать. Мы в компании занимаемся тем, что мы предобрабатываем, деперсонифицируем эти данные, и на основании деперсонифицированных данных так или иначе мы можем строить какие-то цифровые портреты населения. Цифровый портрет населения помогает нам где-то моделировать какие-то ситуации в городской среде и в городе и так далее. Да, это не абсолютно полностью цифровой двойник города или городской среды, но это некие элементы, которые можно применять и использовать на уровне государственного органа, государственного управления, принятия решений. Здесь, на слайде, здесь три истории. Это первая, демография миграции, построение цифрового портрета населения, если мы говорим про демографию и перемещение, маятниковое перемещение, и оценка привлекательности и так далее. Транспорт и мобильность – это вторая история, которой мы занимаемся. Это перемещение абонентов, какая-то, как я уже сказал, маятниковая миграция, дом, работа. Это какие-то истории, связанные с проблемами, которые могут быть на дорожном транспорте, на инфраструктуре городской и так далее. И третья история – это пространственное развитие, создание безопасной и комфортной среды, повышение качества территориального планирования и так далее. Не так просто взять этот набор объем больших данных и из них построить какой-то анализ и предложить в качестве каких-то выводов. Я расскажу несколько буквально кейсов и потом расскажу о том, к чему мы стремимся и чего бы мы хотели достигнуть и что бы мы хотели предложить, какой эффект и какие кейсы можно будет в дальнейшем решать. Сейчас, минуточку. Очень коротко, да, я пробегусь. Здесь слайд, который показывает цифровой портрет населения или даже, если быть точным, это туристы, которые посещают город Свиярск. Это был 2019 год, мы оценивали. И, собственно, анализ очень простой, но с другой стороны он показывает, что за туристы, какого рода туристы посещают город, то есть какой у них доход, какой возраст это люди, и какой больше потенциал у развития региона. Исходя из этих данных, мы можем дальше делать какие-то выводы. Здесь видно, что основная масса людей посещает 35-44 года, то есть это средний возраст, и видно какие-то особые всплески, там, май или июль, август, когда данный регион посещается туристами. Все это позволяет где-то, как я уже говорил, то есть цифровой двойник, это история про принятие решения. И вторая история, это про моделирование. В данном случае можно спокойно принимать какие-то решения, понимать, кто посещает, что-то планировать, и в том числе планировать какие-то мероприятия. Другой кейс у нас был в Чеченской республике, это внешний туристический поток. Тоже оценка специфическая, то есть мы видим, что 10% доли иностранных туристов видим четко с каких-то стран, какие-то языки, какого типа это люди, и тоже, соответственно, строить инфраструктуру, развивать регион, принимать какие-то решения на основании этого портрета можно. Вторая история, то есть которой мы занимаемся, это транспортная история. Это город Пермь. Здесь разрезает река, река, город на левый и правый берег. Если вы увидите на левом берегу, это домашний регион людей, которые проживают в этом районе. Если переключиться на следующий слайд, вы увидите, что левый берег, точнее правый берег, наоборот, становится перенасыщенным, потому что люди перемещаются с левого берега на правый, и тем самым вот эта маятниковая миграция и происходит, потому что люди едут на работу и потом обратно с работы едут домой. И вот здесь вот видно перенасыщение правого берега в период, то есть в дневное время, когда люди приезжают на работу. Соответственно, исходя из этого, можно строить свободно и делать какие-то выводы о нагрузке на инфраструктуру, на дорожную инфраструктуру, и предполагать какое-то развитие и понимать, насколько они загружены или перегружены дороги, вот в частности мосты, которые между левым и правым берегом. Интересный кейс, да, и пойдем немножко дальше, чтобы успеть все это рассказать. На самом деле кейсов очень много, но пробегусь очень коротко. Следующее, это, наверное, больше про безопасность, в том числе про ковид, который было сказано. Хабаровск, история концентрации людей вне дома и внутри дома, вне дома и соблюдение режима самоизоляции. То есть, когда был введен режим самоизоляции, понятно, что было четкое правило нахождения вокруг своей локации, нахождения дома, работы удаленной из дома, да, и выход за пределы своей домашней локации, он был, должен быть четко обоснованным. И вот здесь вот на 7 мая мы видим места концентрации людей и интересен кейс, интересен квадрат, который выделен черненьким. Он выделен, потому что там очень большое перенасыщение людей. И вот это позволяет, да, там, понимать, предполагать, делать какие-то выводы, понимать, что с этим мы будем дальше делать. Для государственных органов это может быть крайне важной информацией и полезной, потому что это касается не только там ковида, это может быть касаться каких-то ивент-мероприятий, событий и так далее. Немножко про систему, да, которой мы занимаемся. Мы разработали в этом году систему здесь на базе CCR совместно с WFU. Значит, здесь несколько скриншотов, представленные, по сути, вот именно эти, эта система позволяет вот эти выводы делать в онлайне без того, чтобы там какие-то предварительные отчеты загружать, сидеть над ними, там, чтобы несколько аналитиков делала какие-то расчеты, графики строила, понимала, что с этими цифрами и данными можно сделать. Вот, система предназначена для того, чтобы данные можно было уже сразу использовать данные, выдавать какую-то информацию, какой-то контент и делать какие-то, делать какие-то выводы. на самом деле, это, если очень коротко по верхам, все, единственное, что хочу сказать несколько моментов, связанных, опять же, с цифровыми двойниками, это с моделированием. Очень много сегодня было сказано про моделирование и история с моделированием городских процессов или, предположим, транспортной инфраструктуры, она крайне важна. Мы в своей системе закладываем такую историю и разрабатываем, когда можно будет планировать, то есть взять, допустим, мы понимаем потенциал каждой дорог, мы понимаем потенциал, допустим, каждого района, мы понимаем, какой портрет населения живет в том или ином районе. Но, предположим, допустим, а что если добавить дорогу в этом месте, что изменится? То есть, как изменится ситуация, если, ну, у нас в городе, да, добавят там еще один Некрасовский путепровод, который будет проходить рядом, улучшит ли это обстановку в городе или нет? И вот история с моделированием, когда можно увидеть некий слой данных, которые лягут на карту и покажут, как распределяться данные, это очень интересно и очень полезно, в том числе для планирования там градостроительной какой-то сферы, для планирования каких-то объектов социальных или, может быть, коммерческих объектов, потому что иногда это делается, ну, иногда, наверное, как это принято, да, есть какие-то, какая-то аналитика, которая проводится там социальными опросами и еще чем-то для того, чтобы, допустим, здесь там построить парк или вот здесь вот давайте мы построим дорогу, да, а вот здесь мы хотим улучшить дорожную там инфраструктуру, но мы можем предложить некое решение, которое позволит смоделировать, а что изменится и насколько станет лучше или хуже, вот, и тем самым получить некий экономический эффект, то есть просчитать этот экономический эффект от того, что ситуация будет смоделирована. Это одна история, вторая, это возможность развития, когда можно взять некий, некую, там, опять же, там, историю с инфраструктурой, да, она очень просто хорошо ложится на эти кейсы и посчитать, а как, какие могут быть варианты, да, то есть некое дерево графов, там, ну, граф построить, да, как это, какие могут быть варианты развития, может быть здесь, там, движение станет хуже или лучше, не просто моделирование, но, такая предсказательная история в части нескольких вариантов, как это может развиваться. Вот это, если вкратце, наверное, о том, чем мы занимаемся, наши истории, наши достижения, такие небольшие, если коротко. Спасибо большое, Андрей. Я, наверное, передам слово вашему коллеге, Андрею, сегодня у меня в секции сейчас как раз, да, третий Андрей, и в связи с тем, что вы все-таки сфера вашей деятельности похожа, я, наверное, оставлю вопрос на потом для вас обоих. Раз, два, три. Спасибо большое. Да, коллеги, включите, пожалуйста, презентацию Билайна. Да, спасибо, коллеги. Представлюсь, Андрей Бабляк, начальник отдела развития и продаж корпоративных решений и сервисов Пау, Вимпел, Ком, Билайн. Мы со своей командой занимаемся такими проектами и реализуем их такие, как интернет вещей, бигдата, аналитика и так далее. А я вот, как сказать, финиширующий докладчик услышал у всех выступающих так или иначе проскальзывающие выражения, что цифровые двойники нужны для принятия управленческих решений, так оно и есть. в принципе, хоть мы и все различаемся, ну, кроме как с Андреем, примерно об одном и том же сейчас будем разговаривать, но вот было очень интересно послушать доклад первого участника про цифровые двойники в промышленности, в группе компаний Русатом, их подход, казалось бы, все очень разное, мы, то есть телеком-операторы, но в то же время всех нас объединяет именно подход к бигдате, то есть так или иначе мы цифровизуем процессы и на основе моделирования, опять же, математическое моделирование прозвучало у всех докладчиков, принимаем какие-то управленческие решения, вот, поэтому сегодня я расскажу о теме организации именно дорожного движения, организация, скажем так, движения с помощью моделей бигдаты, вот, то есть цифровым двойником получится у меня в моем докладе население, то, чем обладает оператор связи, то есть, давайте я попробую дальше, так, чуть дальше, чуть дальше, потом вернусь, то есть оператор связи, мы обладаем огромным массивом данных, если раньше мы за этими данными особо не обращали внимания, не умели их анализировать, после того, как появились такие инструменты, как Hadoop и другие, которые позволили эти данные не просто записывать, а еще их уметь обрабатывать в режиме реального времени, и начался процесс, собственно, что мы видим, мы видим, опять же, я подчеркну, что данные все, они обезличенные, агрегированные, не имеют привязки к какому-то абоненту, мы видим звонки, смс, перемещение, ну вот, кто скажет, как можно определить пол абонента, ну, не прибегая к данным, которые абонент оставил в договоре, например, на основе агрегированных данных. Или в салон красоты. Тоже верно. На самом деле, да, мы анализируем более 700 вот таких вот показателей, то есть, некая мат-модель, но вот самый такой простой момент, много входящих смс на 8 марта, соответственно, пользователь женщина, да, ну, плюс там вот ходит еще куда-то, куда-то, вероятность повышается, то есть, вот, то есть, это вот пример математического моделирования пола абонента, собственно. Дальше, геоданные, то есть, что, как с точки зрения бигдаты происходит моделирование домашней рабочей адрес, там, где большее количество ночей абонент проводит в течение месяца, соответственно, это адрес домашний, вот, рабочий адрес, соответственно, адрес, где находится больше всего в течение дня. Ну, да, здесь определенные уже перемешивания получилось, ну, вот, все верно, то есть, это вот таким образом моделируется именно не то, что находится в договоре, там, абонент, который оставляет, еще раз, это обезличенные агрегированные данные определения места жительства и работы. Ну, например, тоже расскажу, как происходит с точки зрения бигдаты моделирования уровня дохода абонента, то есть, мы, понятное дело, там, не заглядываем в кошелек, мы смотрим, например, какая модель телефона используется по e-mail, это данные есть у оператора, как часто он их меняет, как часто путешествует, в каких странах бывает, и на основе, опять же, большой математической модели мы попадаем где-то 95% в верные числовое значение, какой доход у абонента. Ну, и эти данные могут быть использованы уже в более масштабных моделированиях. Давайте дальше продолжим. Тема сегодняшнего моего доклада как раз смоделировать транспортные потоки. Я расскажу три региональных кейса и три московских. Вот это, то есть я не буду сейчас долго рассказывать, а я именно сейчас конкретику расскажу, где нам удалось применить наши знания и навыки на практике. Например, Ростов-на-Дону задача, есть проблемный район, где все люди стоят в пробках, жалуются мэру, губернатору. Что такое? То есть им нужно что-то с этим делать. А что делать? Где-то расширить дорогу, где-то построить развязку. То есть нужно опять же принять какое-то принять управленческое решение на основе каких-то данных. Ну, собственно, мы смоделировали, сделали отчет матрицы корреспонденции. Для понимания берется город, делится на сетку 250 на 250 метров. Далее смотрится куда из данного района перемещались абоненты в течение дня в разрезе 30 минут. Получается вот такая картинка. Это на другом городе, но принцип такой. То есть в какие места города перемещаются абоненты в течение дня. Ну и зачем это, собственно, нужно? Принимается решение как раз, где построить дополнительную полосу, где пустить какой-то маршрут транспорта, может быть, построить развязку. Вот конкретное практическое применение цифровых двойников. Так, дальше следующий кейс расскажу. Это анализ пассажиропотока для Омской области пригородных маршрутов. В качестве пилота были взяты две точки одна, значит, сам Омск, другая это деревня. И нужно было понять вообще, что происходит на данном маршруте и нужно ли его менять. Так, следующий заказчик нашего кейса из региональной третья это Новосибирск Министерство транспорта. Мы анализировали путь из аэропорта до трех районов города, смотрели наиболее, скажем так, востребованные маршруты с точки зрения автомобилистов. Мы нарисовали как раз три вот таких маршрута и там, где красный, соответственно, наиболее востребованный маршрут и там, соответственно, требуется организация автобусных маршрутов. Таким образом принимается решение о запуске того или иного автобусного маршрута. Дальше следующий кейс расскажу. Это уже московский кейс. Здесь тоже была проблемная зона. Это район города, в котором люди стояли в пробке по полтора-два часа. Путем математического моделирования удалось сократить дорогу жителей до 40 минут. Следующий кейс это наземный транспорт. Подробно не буду рассказывать. Аналогичная задача решалась. третий московский кейс это кейс с подземным транспортом, когда мы помогли реально открыть станцию метрополитена именно в том расчетном месте, которое разгрузило ближайшие станции и обеспечило высокий пассажиропоток в количестве 70 тысяч человек в сутки. Вот это конкретные примеры применения анализа и больших данных с точки зрения телеком-оператора. Спасибо. Андрей, спасибо. Я, наверное, задам один короткий вопрос, потому что мы уже выходим из времени. Направлен он на самом деле к моим обоим коллегам двум Андреям из телекома. Скажите, пожалуйста, вы оба сказали о том, что действительно вы обладаете, ну и мы все, я думаю, прекрасно знаем о том, что вы обладаете одним из самых больших массивов данных, хоть он и обезличенный, но как же все-таки обеспечивается его безопасность? Если можно, то вкратце. Так, ну начну я, наверное, да. Дело в том, что мы ее даже и не храним, персонифицированные данные, то есть у нас нет привязки конкретного номера к его поведению в сети, то есть мы эти данные просто и не храним, поэтому, ну, во-первых, это инфраструктура оператора, которая защищена в соответствии там со всеми необходимыми требованиями закона о связи, с требованиями там по защите перс данных, но это первое. Второе, ну, мы не храним именно привязку абонентских данных с его перемещением, но этого, как правило, достаточно. Не исключено для обогащения модели, возможно, то есть чем более полные данные будут, тем точнее модель. Не могу точно подтвердить, я не исключаю. Я здесь скажу, смотрите, на самом деле, когда мы говорим про анализ телеком-оператор, в принципе, это нормально, когда мы используем разные источники данных. И, например, у нас в компании, там где-то нужно, мы используем, в том числе, и у нас есть другие компании, например, как МТС-банк, если нам нужен какой-то анализ или это будет релевантно для заказа, который нам у нас стоит, то, наверное, тогда такой запрос может быть и выполнен. То есть вполне нормально. Более того, я даже скажу, вот в системе, которую я сейчас чуть выше сказал, мы предполагаем, что анализ будет происходить не только на основе данных телеком-оператора, но и в том числе с использованием каких-то внешних других источников. Например, если мы хотим оценить, я не знаю, трафик городского транспорта, есть какая-то система, которая позволяет загрузить перемещение автобусов, автобусного трафика, парка, систему, почему бы и нет. То есть для того, чтобы модели более максимально живыми, для этого это и делается. Что касается по поводу безопасности, здесь дополню коллегу, на самом деле телеком-оператор, он обязан удовлетворять максимально возможным требованиям безопасности, которые устанавливают и даже в том числе и регулируют и государство и контролируют. И любая потеря персональных данных или, как мы говорим, ПДН, она, скажем так, будет настолько, как это называется, слово, извиняюсь, вылетел, то есть статус компании будет, как? Да, можно сказать, губительно, поэтому у нас в компании это настолько фанатично, что есть закрытый контур компании МТС, в которой защищен максимально, чем только не защищен, а есть еще более закрытый контур, в котором находятся данные уже обезличенные для нашей геосистемы. То есть даже туда из контура МТС попасть в этот контур, это целая история. То есть двойная такая защита. Коллеги, но я вынуждена все-таки закончить дискуссию, потому что мне подсказывают, у нас начинается следующая дискуссия. Спасибо всем большое за такую насыщенную сегодняшнюю нашу, повторюсь, опять дискуссию. Было очень интересно мне, как человеку, который, так скажем, имеет отношение к инновациям, но не так сильно погружен в цифровые двойники, в цифровизацию, услышать такие развернутые действительно доклады. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто сегодня слушал нашу дискуссию. Всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.